Всем привет, дорогие друзья! С вами Катархонт, и сегодня у нас 35-я серия прусских путешествий. Продолжаем войну с Россией, войну с Великобританией, войну вообще со всеми и всеми, кем только можем. Ну, как всегда, без этого некуда, да, друзья? Что ж у нас тут? Вражеские осады где-то намечаются. Опа, инки, да. На стате мы к инкам и пыли, уже да. Сейчас разберемся с инками, потом мы нападем на Тоскану, потом на Прованс и на Францию. Вот такие вот у нас паны, как вы помните, были. В принципе, мы их постепенненько исполняем. Ну, как можем. Торопиться через счет тоже нельзя. Постепенненько выполним, и все будет окей. Так, у нас здесь большие иски восстания почему-то, но... Надеюсь, мы с этим разберемся, да. Не будет у нас восстановления много, ладно, уменьшать. Хотя, единичечка, давайте увеличим. Все равно здесь единичка, как-то, знаете, не так уж и много нам обещают дать. А вот это оставим. Вайкейс, Россия, войну ведем. Там, конечно, не все так гладенько так. Интересно, османы воюют с мамлюками из Сирии, из Грузии. Вот это интересно. Кто на кого напал? Защитник Сирии в оборонительной войне, а с мамлюками тоже в оборонительной. Интересно, на что мамлюки надеются, в частности, имея всего две провинции. Я, конечно, понимаю, османы очень ослаблены и дико, наверное, себя чувствуют сейчас. Предоставить проход войскам не нужен. Ну, и ладно, друзья. Так, денежки у нас собираются. У нас свободный дипломатик. Надо бы напасть на Крым, чтобы его скормить тоже нашей любимой Русине. Ну, для этого нужна сила, для этого нужны войска и для этого нужна лания. Да, ну, давайте вот эту армию отведем. Все равно она здесь стоит без дела, да? Давайте тогда вот сюда вот объявим войну Русине. Надо, чтобы наши, так скажем, вассалы понемножечку росли. Грузию мы постесними не можем. Здесь священная Римская империя, как вы видите. Стесними воевать с ней нам пока что рановато. Дипломаты, нужны ли они нам? Вопрос хороший. Лишний дипломат сейчас, в принципе, неплох. Но тоже как-то вопрос. Дипломат, дипломат. Нет, пока оставим. Кто его знает, может быть, еще много чего пригодится. Так, договора тут с нами расквартировали и все замечательно. Так, теперь объявляем войну Венеции. Сейчас придет месяц. И, конечно, за занятие столицы. Венеция будет унижена. Венеция, а потом и вся Тоскана. Ну, вы, я думаю, поняли. На Тоскану нападаем. Так, Кула взята и Затауст. Хм. А что мы стоим дальше? Давайте двигаться дальше. Березов, а это армия. Поделившись пополам. Одна сюда. А другая вот сюда. Вот так вот. И эта армия, поделившись пополам, встает у нас вот так вот. Тут уже можно не опасаться. Будем таким расквартироваться на новых землях, да, так скажем. Так, тут у нас что армия? О, армия, кстати, неплохая. Вот Тосканы. Может быть, зря, что я генерала не выбрал. Так, золото, либо стабильность. Конечно же, берем мы с вами стабильность. Думаю, вы понимаете, почему. А, вот вся Тосканская армия больше. Сейчас разбивают прусские войска всю Тосканскую армию. И теперь просто встаем на осаду. Ну, думаю, вам понятно, что ничего сверхсложного здесь вряд ли было бы. Что сверхсложное. Просто спокойненько уничтожать всех наших врагов. Ну, конечно. Решил тут, знаете, встать так. Но ему не удалось, к сожалению. Пополам. Пополам. Еще пополам. Вот этот вот пополам. Вот такой вот. Долго, конечно, будет осаждаться все это. Все эти крымские земли. Но, думаю, хватит нам времени и сил. Да, Россия здесь дальше уничтожается. И что здесь такое? Опа! Где у нас Руссинья воюет? Смотрите, она уже воюет давно в Сибири. А я даже как-то не заметил. Честно, странно. Сибирский конфликт я раньше времени развязывать не хотел. Но раз такое дело... Да, еще вот Тосканская армия здесь есть. Так что надо не забывать про них. И вести себя намного-намного аккуратнее. Так, да. У нас всего по двоечке прибавляется. Хотя можно взять одного дипломатика за 320 уж. Не жалко, думаю. Так, соприкладить претензию одну на Османов. И, в принципе, что? Надо думать, кто у нас будет новым вассалом нашим, да? Протестантским. В частности, да? Ну, что у нас? Рио-де-Планта у нас... Вау! Колониальная автономия держала Порту. Не будет хорошо, если мы нападем так. С Порту отношения улучшены. С Испанией отношения тоже под максимум, в принципе. Прямо стрипали. Стрипали. Здесь не все так гладко. Вот так вот делаем. И у нас у дипломатики тоже вот. Вот еще один в руках будет. Ну, всегда козырь в рукаве должен быть. Без него, как вы понимаете, некуда. Так. Здесь вот эти вот наши войска сводятся в единый кулак. Армия здесь остается у наших союзников. Небольшая летопись. Кстати, смотрим войска армии Итого. Россия. Россия вообще куда-то ужас куда съехала. Даже ниже Османской империи. Либо я что-то... Да. У Османа Итого всего... Ой. У России всего до 4000. То есть, этот корпус вполне себе можно увезти отсюда. И разобраться вот с этой вот восставшей армии, к сожалению. Которая здесь докучает нашей Русине. Надо, естественно, помочь. Будет в этом конфликте очень тяжелом. Так. У нас еще одна Дип. Свободные отношения есть. Тут никто нас не поддерживает. Тут... Если бы несколько войн, то бы он нас поддержал в Тоскане. В принципе. Да и в Крыму. Заодно, да? Так. Лапланд взяли. Мне, кстати, интересно. Чисто теоретически. На что согласится сейчас Россия? Что она согласна будет нам отдать? Какая у нее там усталость? 53 всего на все усталость от войны. На 62 согласна. Лапланд будет. Даже 65 нет. Вот хотя бы... Даже не 65. 92 многовато будет. Вот хотя бы вот в этой серии вот так вот забрать. В принципе, уже неплохо будет. В этой серии, говорю, в этой части. Вот так вот. Да. Вот так вот сделать надо. 75-200. Это очень много, я честно скажу. Бургундия... Бургундия уходит отсюда. Ладно, давай тогда сюда станем мы. Раз Бургундия не хочет. Бикешево истинная вера. Да, крещение у нас тоже идет. Постепенненько, так спокойненько. Без особых, на то бы то ни было проблем. Взяли здесь, теперь сюда. Так, а здесь тоже все неплохо достаточно. Генерал погибает. Свободный генерал есть. Мойн-генерал, да. Ну и вот армия бежит. Давайте ей генерала как раз подставим новую. Какого дали, друзья? Так, у нас скоро технология будет в опережении идти. Абдорск взяли. Газею давайте. Албания. Мы перекрестили Албанию, теряем нам протестантскую. Македония. Что там с повстанцами? Вроде бы их особо много не должно быть. У-у-у, да. Хорватские националисты, в частности, готовы скоро восстать. Что им не нравится? А им много чего не нравится. Им много чего не нравится. Так, ну значит, раз хорваты... А хотя у нас армия сюда бежит. Успеет? Успеет. Значит, можно не париться. Так, блокады. Теряем березов. Взяли. Давайте вот сюда вот. Здесь, видите, Русиня как-то, знаете, спокойненько даже без нашей помощи. Карела, Коми. Без нашей помощи здесь спокойно идет. И даже как-то это немножко странно выглядит лично для меня. Что Русиня так аккуратненько сама все делает. Ну, раз делает, то делает. Молодец, мой друг. Я только за. Я только рад. Так, а мы здесь постепенно берем провинции, как видите, Крыма. Крым должен стать украинским. Крым, русинским, в частности, в данном случае. Поэтому поможем этому свершиться. Так, наша армия наконец-то пришла. Сейчас будет атака через реку. Ну, наша все равно должна выиграть. Да, 8 и 9 боевой дух. Ну, что, даже было бы смешно, если бы не выиграли. Хотя, видите, все равно немножко с натужечкой побеждают. Ну, неплохо. Так, теперь сводим все в одно место. Есть. Две провинции еще. Все сюда. У нас уже требование мира идет. Есть. Хорошо. Так, Крым взяли и Братслав. О, все. Крым готов. Так, ну это все мы передаем Русине. Русине. Неудачно то, что на этом патче нельзя забирать все полностью, как на новом. Удобно сразу же отдать все Бассалу своему. Но, к сожалению, здесь такого нету. Поэтому придется отдать все вот так вот. Немножко по старинке. Да, вот так-так-так-так-так. Стоимость провинции просто, я не знаю. Дешевле некуда, по-моему. Все так дешево. Прям даже немножко страшненько. Да. Как будто репараций. Давайте, как будто репарации сделаем. На отказ от претензий. Вот так вот. Договора как-то разрывать особо смысла нет. Вот так вот мы с вами сделали. Немножко помучили. Да, врага у нас здесь не хватает. Одна лошадка. Интересно. Пуски уланы идут сюда. Наша армия сюда. Хотя, хотя человек переживает. Зачем я стал нанимать? У нас вот же лошадочки. Ее и недосмотр небольшой. Прошу прощения. Влюблен эта армия. Эта армия идет. Все правильно. А вот здесь не хватает хотя бы одного наемничка. Французская пехота. Да, французскую давайте. И вроде бы. Да, все остальное нормально. Так, российская часть все больше забирается. Замечательные события. Так, здесь можно помочь генералам. Осады чуть больше станет. И, опа-на. А вот это интересный поворот, друзья мои. Очень интересный поворот, я бы сказал. Разделить. Так, сюда. Здесь надо бы разделить тогда нам. 33 каравала. А, 33 есть. Замечательно. Мало все равно будет. Мало. Мало. Значит, делаем вот так вот. Так. Сперсия в союз здесь заключает. Россия. О, бросается хотя бы куда. Знаете, вот. Хотя бы что-то сделать, знаете, надо. Когда вот так надо, вот так бросаются. Так, у нас возможность новой технологии взять. И сколько? 551 давайте возьмем. Униваем мощь пехоты вырастет. Тоже неплохо. Давай, мой друг, быстрее. Мангазея взяли. Троицкий. Троицкий. Прошу прощения. Троицкий. Правильно это звучит. Надо все называть правильными вещами, да, так скажем. Все правильно, все правильно. Так. Эффективность миссионеров. Здесь выбираем наш флот. И ведем его вот сюда. Потому что кто-то здесь решил наши провинции пособирать. Нехорошо. Так, национализировалась провинция. Здесь тоже скоро нация анализируется. Замечательно. Так, 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 так. Все спокойненько. О, и греческая партия. И греческая партия. Вот это не есть хорошо, сразу же скажу. Ну ладно, здесь-то мы разберемся. А вот туда будет сложновато достаточно прийти. Да, мы немножко мучаем своих, так скажем, бассалов. Бассалов, бассалов. Начать блокаду. Здесь тоже блокаду сделаем. Так, печенеговзи там. И победа во флотских, так скажем, делах. Замечательно. Здесь 30. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Как бы нам сейчас... Не получить нагонячек, знаете ли. Да. Как бы нам сейчас нагонячек сами не получить. А от Тосканки. Это было бы нехорошо, знаете ли. Хотя, знаете, есть одна идея. Наемники. Никто не отменял зар-гараж наемниками, да? Я тоже. Я тоже. Так, 9 плюс 9. 17. На равных сражения будет идти. На равных. Вот так вот делаем. Так, думаю, будет проще. Надеюсь на это. Так, Россиюшка. 20.05 усталость от войны. Прошу прощения. Ну, максимальная усталость, по-моему, 20. Или я что-то... Да, заметьте. Максимальная усталость 20, но у нас 20.05. Даже жители стали уставать еще больше нужного. Это странно выглядит, честно скажу. Усталость 20.05. 20.05, да? Какая-то немного странная усталость, по-моему. Не знаю, друзья. При чем здесь это? Ну, раз выдали, значит, при чем-то. Так, Сургут и Кент взяли. У нас, к сожалению. У нас отобрали Кент. Кенты без Кента, а не те Кенты, да? И Сургут под нашим контролем. У нас замечательно. 12.05 против 21.05. Нехорошо. Абердзин перекрестили, и у нас здесь победа. Так, Грузия, дашь ли ты мне право прохода? Нет, Крым? Нет. Никто не хочет давать право прохода нашей гордой прусской армии, и, к сожалению, все почему-то как-то смотрят на нее. Не ахте. Я замечаю, у нас перемирие здесь заканчивается. Ой, как это плохо. Как же это плохо со мной. Нужно, у нас перемирия заканчивается. Надо, значит, бежать быстрее. Сиену взяли. Замечательно. И вот этот вот флот идет сюда вот. теперь вот так вот за исключением вот этих да объединяемся и идем сюда до уходе с нашей дороги заметили сразу же замечательно ступаем здесь уже встали разобрались с врагами рекрут у нас начали расти как я вижу замечательное событие в принципе лучше некуда так и говорится давай-давай-давай наш флот должен быстро прийти в бенгазе давай не с тунисом потеряли но ничего у нас есть претензия у нас есть возможность напасть и по другой претензии так а здесь наш наемная армия походу будет сама справиться да я бы лишь генеральчик она дать вот это да он получше будет выглядеть вперед замечательно просто знаете так и знаете вовремя пришли храбрые генералы размер военных традиций либо стабильность честно друзья ни то ни сё я не хотел бы выбирать но раз дают такое что есть ой ты ёшкин ты код про 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 это и на ряда вот так вот ёшкин ты код успела успел кота теряли в итоге два корабля тоскана ты тоскана ух ты какая замечательная прям тосканчика 28 а мы нападем 2 февраля они уже пройдут раньше замечательно 10 февраля вот так вот будешь знать как тут наших обижать флотоводцев да у нас флотоводцы еще неопытный так что зря ты их обижаешь зря мой друг зря вот так есть вендан отбит кен сейчас тоже будет обид так и нам надо с вами с руси не и дальше договариваться как у нас там аннексация идет по четыре замечательно 53 года россия думаю ты уже все усталость 20-0 стал предложить мир да согласно на то что мы хотим давайте завершим на эту нашим дербане нашего врага к единстве надо это руси не отдать все остальное забрать нам самим тоже руси не чушь чушь кормить не будем но мы еще присоединять уже видите не хочет это всегда так было до сих пор армян так она и будет ходить пока нет пока мы полностью не уничтожим уничтожили полностью и теперь на проблему дам на проблеме символ окси замечательно до сих пор готова россии долго сражаться так а что это такое кент и взяли провинции понятно россия соглашайся уже на мир да мой друг она согласилась замечательно предлагаю мир и россия потеряла всего-навсего три провинции но разорвала союз что очень важно и что немало важно мы приближаемся к москве друзья со всех сторон со всех фронтов идем к москве мы без проблем так эти армии у нас идут и объединяется вот здесь вот допустим да вот эта армия у нас бежит вот сюда вот чтобы рядышком не пересекаться особо чтобы было все окей ладно россию немножко помучалям и оставим ее теперь на своих так скажем на своей волне так дальше война с великобританией вот это интересная вещь общим какого она началась 36 года всего на всех 53 29 29 вот так вот так вот на него да вот так вот 102 сверх расширения при этом знаете при этом 102 сверх расширения но зато все замечательно на колонии здесь на стабильность вами так уже 30 33 и его друзья цикарем джуран вассалитет а протектор протектор то принципе знаете как-то не страшно так что ж мы можем забрать у нее такое но это понятно здесь мы все подчищаем подчистую и уже уже под максимум уже стабильный до под максимум ну вот этому подчищаем подчистую значит рвем договоры сынки я чё союз рвем союз россии нет это не то дело что мы уже называть стрип полем не рвем ведь что делаем русский вассал нет 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 препарации вот так вот и претензия и вот эти две провинции ты тоже отдаешь нам а вот это тоже что ли колония нет почему-то она нулево выглядит почему-то она выглядит нулевой что интересно не дает вообще никакого сверх расширения что странно даде давайте вот так соглашаемся на мир замечательно друзья великобритания у нас потеряла еще свои несколько плацдармов в европе ирландия теперь полностью под нашим контролем лишь одна провинция города и осталось контролем наших врагов у нас не хватает админ очков вот этот вот это дожили друзья до админ очков не хватает на что на то чтобы все национализировать на это звучит замечательно а конечно конечно не хватает понятно почему все будет но не сразу да все будет но не сразу стабильность уменьшаем усталость от войны и конечно же с большими скидками все это сделать будет легче 48 осталось но видите хоть побольше знаете вроде бы месячный доход сэкономили но все-таки есть такая достаточно нужная такс война на этом фронте у нас завершена кент отбивается армия будет здесь пускай расквартирована на всякий случай где наш флот вот наш флот где наш флот вот он наш флота ведем его вот сюда вот это время у нас дипломаты один всего на все работает не хорошее дело португалия испания грузии эфиопия грузия не страшно грузия в союзе с кем ого хиджас и сирия статья да друзья кстати это самый случай когда можно напасть на грузию и унизить священно римскую империю почему бы нет в принципе да никто не запрещал и не будет запрещать ага увидел наконец-то что мы тут подводим свои войска и сразу же расквартировался отсюда ну замечательно так только не это только не это только не это наши колонии страдают о как им больно забрали английские колонии замечательно хотел сказать англии уже с кем-то воюет нет англии не воюет так погиб на дипрепутацию о да деточка да 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 то что нам надо да потому что без него это полгода делать и нам это неудобно анрез нужно уменьшить но очков будет меньше зато анрез будет меньше давайте-ка у нас есть шанс тут так скажем некоторые группы повстанцев вообще сделать очень долгими да и так и есть и оттяпать неизбежное оттяпать неизбежное что могло бы случиться в любой момент национализацию мяча делаем так 4 армия рядом с францией мало так а наш флот что делает правильно франция объявила нас соперником примере что закончился да нет или еще действует то есть просто немножко обнаглял дружок окей все тоскана почти полностью под нашим контролем единственный минус мы не можем сейчас ничего забрать до 48 года это не есть хорошо но и мы потеряли с вами 23 корабля и при этом ни один не захватили так эту армию мы всю должны свести по моему предложению куда нет сюда не будем давайте вот сюда вот далмацию я хотел сначала такой сразу прованс но потом подумал все таки решил что не лучшая идея так как одна армия против других французских будет здесь распортирована не очень удачно теперь сюда тебя теперь извините на лучи уйти по лимиту армии у нас лимит по лимиту армии у нас лимит нормально великобритания сражается своими колониями наконец-то колонии решили что великобритания не достойно контролировать их и вылезли так скажем куда подальше голландская республика вполне себе неплохо живет денег мало жида и тоже мало ну поделаешь генерал у нас еще один очередной погиб генералов то нас просто нехватка знаете какой как вы видите генералов просто не хватает да теперь 4 4 так наша армия вот отсюда да что ж ты что что армия без армии бежишь давай помоги и сюда хотя понятно уже даже помощь не нужно все одно армия сделает а кстати руси меня пересиди пересадилась сюда и борется молодец без венгрова стать решили но у них совсем ничего не удалось бедные венгры но их ждала большая неудача 66 что ж друзья мои и вот к сожалению испания к оружию не хочет ну что друзья у нас тут выбор стоит перед нами так скажем огромнейший какой же это выбор а именно напасть на священную римскую империю за нее лишь ступица эфиопия которая вообще нам страшно быть не может она слишком далеко и армия не опытна и ступица испания которая конечно имеет 70 тысяч армии и может дать нагоняйчик но но не такой большой у нас даже есть национализм здесь претензия национализм ха-ха-ха-ха 50 стоимости за полное присоединение всей провинции нашей культуры вы хоть видели вот это дело если мы сейчас национализм объявим ей это будет просто просто опа можно также конечно же объявить войну эль де францу франции за национальный из-за империализм все это можно сделать с помощью прованса естественно но священную римскую империю сейчас можно очень легко атаковать и судя по летописи мы должны сделать да и того и того видите преимущество в 100000 я думаю будет без вопросов быстро реализовано нас и больше кавалерии пехоты и артиллерии и у нас наемников и рекрутов намного больше если даже им поможет испания мы все равно будет перевес на нашей стране с учетом того что наши войска будут самого начала атаковать сразу же так быстро стеной то думаю проблем быть не должно но жду ваших советов по поводу этого дела как нам дальше действовать либо сначала французы а потом уже со священной римской империи разбираться либо сразу же на него уничтожать тех кого надо да ну все на этом серию заканчиваем спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте и ждите следующей серии всем пока пока пока